Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас 1 апреля и я, как классический злопок, про него совсем недавно вспомнила. Но на самом деле вспомнила слегка пораньше. Ну и у меня тут накопились пустые коробочки и пакетики марта. И пофиг, что сейчас уже 1 апреля. С днём драка, кстати. В общем, решила я их обозрить. Тут в основном такая всякая сладость. Если вы любите вкусненько покушать, то оставайтесь со мной. А если любите меня, то тоже оставайтесь. А если вы типа хейтер, то можно оставайтесь. В общем, начнёмся. Сейчас бы не забыть, что от кого. Вот это классная была коробочка с конфетками. Очень вкусными. Спасибо подписчику, что вдарил их мне. В общем, вообще я люблю вот такие вот конфетки, типа Рафаэлла таких вот. Вот это вообще первый раз увидела. Или я по магазинам хожу, не особо внимательно смотрю, или я просто у нас такое не видела. Это у нас Амапола, типа того, искушение вкусом. Фундук и ваниль. Конфеты. Вафельные, глазированные. В общем, тут была такая вот фундучина в таком нежном кремике. Поверху у нас была такая кружочка из вафелечки. Потом ещё шоколадная глазурька. А потом ещё крошка. По-моему, вафельная какая-то крошка такая или орешковая, уж точно не помню. Но, короче, они были очень вкусные и классные. В общем, оно вот так вот открывалось. Тут были такие пакетики. И в каждом пакетике, точнее, каждая конфетка была в пакетике. То ли 12, то ли 13 конфет, точно не помню. И, кажется, я ими даже с кем-то умудрилась поделиться. Возможно, даже с Дашкой, которая мне приходит тут и периодически помогает мне разбирать барахло моей квартиры. Короче, очень классный конфет, большое спасибо. Вам советую. И, если сама выживаю, то, конечно, куплю себе. Вкусняшка. Тут такие ещё... Вообще, если бы оно было красненькими листочками, я подумала, что это японская осень. Я забыла, как оно называется, там Никита у нас путкал, степанис наш. Короче говоря, потом от того же доброго самаритянина у меня был вот такой зефирчик. Да, он уже тоже слопанный. Шармель. Зефир с ароматом ванили. 255 грамм. Кстати, вкусный, по-моему, состав такой приличный. От ударницы. В общем, спасибо. Я люблю зефир. Я вообще сладкоежка. Вот эти конфеты мне подарила Машка, моя подружка, на этот день гендерный, 8 марта. У меня всё время дышило на них жабам их купить, но Машка взяла и купила мне их сама. Топи-филь. Лесной орех с мягкой карамелью и кремовой ногой и шоколадом. Вот эти конфеты одну четверть у меня гость съел. Кого-то я, по-моему, ещё угощала. Короче говоря, где-то пол коробки конфет я стабильно сожрал сам. Мне там кто-то посоветовал в каментах, что если я буду ещё раз делать шоколад, то можно вот такую вот типа штучку захреначивать этот шоколад, замораживать, а потом оно типа будет конфетками. Я думаю, что в такую же штучку можно захреначивать столь шипучую самопальную, и оно будет такими же конфетками, правда, несъедобными. Поэтому я, наверное, эту фигню пока оставлю. Да, у меня тут слева по борту всякая вкусняшка. Я, в общем, тут захотела кексов, о чём вопила в Типоретнике, в блоге и на страничке ВКонтакте. Может, увидел. Это уже второй раз я их покупаю. Вчера тоже покупала, правда, на пробу. Это у нас в Афонике продаются. Вот эти мне 6 штук обошлись, тут уже 5. 62 рубля и 1 копейка. 195 рублей килограмм, по-моему. Это маковые кексы. В общем, вот такой кексик, а внутри мак. В общем, вот эту хрень я положу как раз сюда. Тут много всего, слабо. А это у меня пойдёт на сожжение в сад, потому что она бумажная. Ещё такие конфеты мне Манька подарила. Я на них тоже заглядывалась, но меня стабильно душила жаба. А ещё на тот момент у меня уже было сладкое. Вроде как-то было некультурно покупать сладкое ещё, когда тебе и так подарили, да? В общем, прикольные такие трюфели с печенькой молотой и грушей. Самое интересное, что раньше я очень любила трюфели. Потом меня, видать, я их переела. Но потом внезапно они у меня пошли. Очень вкусные такие классные конфеты. Берите, не пожалеете. Дарите там кому-нибудь или сами лопайте. Трюфели, креатив с грушей и крутящей крошкой. Ну, конечно, там и здесь есть слегка это самое пальмовое масло. Не было бы его, вообще бы шикарно было. Так, у меня слопались тролли. Тролли, я думаю, чего вас так мало стало на моём канале? А оказывается, действует. Как это, кукла вуду? Воткнул палочку куда-то там, да, и чего-то отвалил это. Короче, я когда ела эти конфетки тролли, представляла, что каждая конфетка это хейтер. Чел, который сейчас ставит хейтером. И вот я так съедаю, съедаю и смотрю, у меня хейтеров как-то меньше и меньше. Я вас съела, что ли? Я не каннибал, я только сладкая жжу. Ну, не только сладкая, но себе подобных нет. Короче, Наташа, большое тебе спасибо. Классные фиговины. Так, у меня тут закончились. Ой, эти я вообще, по-моему, уступила, чуть ли не затрели дня. Вот они были вот в такой вот. Я даже бумажечку оставила, чтобы не перепутать, потому что они были... В общем, тут в каждой была такая вот бумажечка. Каждая фигнюшка была вот в такой бумажечке. Правда, когда я тут нашему японисту сказала в личке в Воконтактике, что вот давай я тебе запашляю байотку, а ты мне пришлёшь моти. Он так типа, типа, чего? Оказалось, что в Японии это нафиг бен не моти. И вообще я загублила в Яндексе, моти это тупо рисовое тесто. А это он мне обругал. Говорит цензурным языком. В общем, что-то такое сказал, что это типа химия. Гадость напичканная химия и чё-то такое. И что вообще японцы этой особо вкусняшки не считают. И что это тупо для туристов. Приехал турист, ему это всунули. Наверное, как куражки на трёхку. В общем, обратно, но у меня не бить. Но пакетик такой плотный, красивый, оранжевый. Как бы сказала Алёнка, поднимай устроение. В общем, очень он мне поднимал настроение. И сначала я съела одну штучку, и она мне как-то это... Ну, штучка и штучка. А потом чё-то я переводила, тайпила, клинила, фиг знает. То ли суданы, то ли дайорендромс. И в общем, оно мне так благополучно ушло, что я не заметила как. Вкусные фигни. Если вас не напрягает, что это слегка напичка на химии, как сказал товарищ, чтобы типа жило дольше, ну да, ну тут жило бы 12 месяцев, но у меня оно не дожило. То я вам такую фигню советую. Ещё было сказано, что её можно в Рашке купить. Ну да, тут написано, что в Рашке можно купить, Санкт-Петербург их поставляет. Так, это у нас тоже пойдёт на сожжение, а вот это утилизируется в мусор. Сюда, копал руку. У меня закончились, видимо, это были взрывательные мармеладки, не очень поняла. Но их тоже как-то так сховячило, то ли под перевод, то ли под принт, то ли под чай. Тоже спасибо Наташе, очень вкусная фигня. Особо меня прикололо, что сделано тузце для Америки. Так, это у нас пойдёт вот сюда. Да, увидите, советую. Можете себе купить, можете мне подарить, можете сами продать. То бишь, кому-нибудь ещё подарить. Так, вот это у меня всё два пакета. В общем, сначала я эту штуку задолбила, прочитав инструкцию. Тут на читабельном, ну, смысл, на английском и ещё и ровно. На английском задолбила и что-то как-то и не подумала, что перец чири, наверное, острый. Ой, люди, я его раз пять, наверное, разбавляла. Я уже потом тупо взяла эту вермишельку и промыла кипяточком. Ну, как-то захомячила. У меня, конечно, от неё не помиралось, но в область стирта ощущение было, что я дракончик. Очень вкусная хрень. Самое прикольное, что я только потом на втором пакете поняла, и после того, как мне в личку в одноклассниках подписчица написала, значит, что это ромен. Я, правда, я его назвала ромен. Ну, в Японии это ромен. Самый прикол, что я летом читала, если я вспомню, где я это брала, ссылку, то скину ссылку в инфобоксе под этим видео. Короче, читала летом я ролевую игру. Вообще в жизни не знала, что существует ролевая игра, пока брендропс не оказалась. Точнее, с нашими японистами не стала общаться. А, в общем, ролевую игру япониста и там сотоварищей, людей, которые, по-моему, ваяли этот перевод эльфийской песни, вот, которые они мы, ещё мало. Ну, и, короче говоря, там в тексте упомянулся ромен. Так, ну, ромен, хочу попробовать ромен. И тут я благодаря дилет попробовала ромен. Спасибо, дилечки, большое. Короче, второй я уже, конечно, делала... У меня там пасетик с этим острым перцем приостался, я его куда-нибудь буду подсыпать. Овощи эти сушёные я пернула, значит, потом я добавила туда вакамы, у меня лежит водоросль. Потом я, значит, туда добавила ещё этот... Я яичко так долбанула, оказывается, если ей долбануть яичко и не мешать, то оно вот такое сварится, вот такое овальненькое, вот, полуплоское, но полное практически. Прикольно, я никогда не знала, что так вот можно делать. Ну, в смысле, что если его не долбить, то оно не раздолбается. В общем, очень вкусная штука, мне хватило её на три раза, точнее, сегодня ещё Дашку угощала этим роменом. Правда, Дашка сказала, что он не солёным, видимо, ей было не остро, потому что я совсем чуть-чуть на пол ногтя посыпала этой острой фигни с перцем, и всё равно было остро. Ну, вкусно. Вот первый раз я вообще туда ещё добавила себе соевый соус. В общем, я, по-моему, езжу его как на даре, потому что я открывала как на даре. Вот, вы увидите, покупайте, если вы любите, вот такую лапшичку, которую надо варить, где всякая такая, там ещё грибы плавают. В общем, очень вкусная фигня. Да, если вы любите ещё такую фигню, типа, как я. Такс, у меня закончились конфетки, ими я поделилась, честно. У меня тётя любит такие конфетки, я принесла их в гости к чаю, и одну треть себе оставила, две трети там оставила. Ну, одну третью, честно, слопала сама, никому не дала. Вообще, я люблю гейшу. Подписчик, ты смотрел, прям это, пальцем в небо попал, я люблю гейшу. Я иногда, если вижу у нас в пятёрке, обычно в пятёрке вижу ПП, но честно, что мне присылала Юлька моя, павлюшка. Короче говоря, тут у нас 21 конфетка, я вообще люблю гейшу всякую разную. Фазер люблю, помню, у спинки тоже привела какие-то там такие конфеты. Финские, в общем, короче, офигеть, гейша. Мало того, что розовая, так ещё коробочка розовая. Люблю розовые коробочки, розовые цветы люблю. Молочный шоколад ещё, с этими орешками. Короче, гейша там, ну, гейша. Я доволен. Если увидите гейшу, то покупайте себе гейшу, лопайте её. Даже если вы её никогда не пробовали, и вам не нравится молочный шоколад, она вам всё равно понравится. Так, вот это я захомячил. Они мне больше понравились, чем манжуки. Не знаю, вообще, как манго я дышу ровно, но оказывается, манго в виде моти, которая в Японии на самом деле не совсем моти. Я забыла, он как-то их обозвал. У меня там где-то записано. Ну, если вы в курсе, вы можете в каментах написать. Вот японист наш обозвал. Короче говоря, эти моти из Тайваня я слопал практически, ну, может, за полтора дня. Я их что-то так лопал, 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 лопал. По-моему, то ли под клинки, то ли под тайки. Ну, как-то так, под мозговую деятельность очень вкусная. В них, по-моему, бумажки отличались. Да, там были жёлтенькие бумажки, тоже вот такой оранжевый пакетик. И вот такие жёлтенькие бумажки. И не такие... Конечно, на любителя. И первый раз, может, не понравится. Не такие странненькие специфические. Не налили это у меня. Но такие вкусненькие. Пакетик от мармеладок, который от Наташи из Америки. Мандариновый таким дольким. Его, к сожалению, нет. Я его снесла, было бы получено в сад. И мы там с родичами схометились с чаем. Очень вкусная была. Моей тёте понравились. В общем, это у меня тоже пойдёт по сожжению в сад. Так, пакетик. Пакетик сюда. Так, что у меня тут? Это чисто я покупала. Вообще, мне нравится чай Тес. Но чёрный чай Тес в чистом виде я никогда не брала. Вот сейчас у меня он там заварен сзади. Футика в двух разных чайниках. Вчерашние и сегодняшние заварки выдерживают, по-моему, в лучшем случае две заварки, если побольше насыпать заварки. Но самый плюс, что он средне-листовой, а я очень люблю средне-листовой чай. Так что, в принципе, на безрыбье рыба, если найдёте, то я вам советую, если вы любите просто чёрный средне-листовой чай. Ну, или просто чай чёрный средне-листовой. Чёрный высокогорный чай. Целун. Дело-то он там был собран, наверное. Наверное. Где-то был. А, его тоже Орми делают. Ну, короче, слушайте, я только сейчас узнала, что Тес это и Гринфилд, и вот этот вот, Нури Канди и прочее, это всё родственники. Его тоже делают Орми Тренд. Ну, дофиг с ним. Зато он хороший. Я не говорю, что те плохие. Так, у меня ещё сожрались, с Дашкой ещё поделилась, так что я не одна жрала. Оказалось, это кукурузные такие палочки типа чипсов с креветкой в составе. И, в общем, я их и супом ел, и с чаем ел, и так ел, и с Дашкой ел. Вкусные. Увидите, покупайте, советую. Ну, если вы любите вот такую странную фигню, как я. Вот это вот пакетик, вот из этой коробочки, тут были такие печеньки. Я тоже с Дашкой поделился. Может, ещё с кем поделился, он не помнит. Но с Дашкой точно помню. В общем, это чип-чок оригинал в пласте. Вкусные такие печеньки. Там были такие шоколадки в собачине. В общем, спасибо. Ели. Так, опять сюда. И шо от подписчика. Вот эти я, по-моему, второй раз в жизни ел. С похожей какой-то начинкой. То ли мне кто-то дарил, то ли я покупала, то ли в гостях ела, не помню. Вот эти, ой, классные такие конфеты. Я ещё что-то так надолго растянула. Там было 10 штучек. И у меня по одной-две с чаем уходило. Чаще всего по одной. Причём на мою большую чашку. 350 мл. Одна такая конфетка. Я даже в Инстаграм, по-моему, выкладывала какую-то такую фотку. Так, по ходу дела у меня пустые коробочки с едой. Со сладкой. А, нет, всё. У меня вообще, на самом деле, они ещё не закончились. Но мне хочется так обозреть. Люди, вот если вам когда-нибудь в детстве там попадались... У меня просто, у моей вот этой огромной семейки роде была такая бабуля. И у неё там как-то, не знаю, не китайцы приезжали, что-то в этом роде. И, в общем, были такие конфетки раковые шейки. И они были завернуты в такую бумажку лицом. Потом я уже знала, что это лицевая бумажка. Вот эту бумажку можно было жрать. И не отравимся, и живой. Вот я ж буду же. И, в общем, тут вот эти кокусовые конфеты отделили. Шикарно. Там 4 вкуса. Ну, в смысле, там листья ананаса добавлены, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Единственное, имбирь я не поняла, потому что он для меня что-то унос. Видимо, имбирь я могу только с лимоном, мёдом и водой в чай пить. Больше никак. Остальное имбирё. Ну, больше у кого-нибудь, кто любит имбирь, мало ли. Короче, в общем, пакетик этот был. У меня вообще скуфу, я ж не буду доставать. И в нём вот такие вот маленькие пакетики. В каждой конфетке в таком пакетике. Ну, там, в зависимости от добавления запчасти какао, там, или имбири, или ещё кто-то. Оно слегка цветом отличается. И сама конфетка. Потом конфет открываете, и вот такая маленькая ванночка. Ванночку, по-моему, жрать нельзя. По-моему, это всё-таки какой-то типа пластика. Вот в этой ванночке такая лежит маленькая конфеточка. Допустим, зелёненькая. И она в такой бумажечке полупрозрачненькой. И на самом деле, эту бумажечку можно есть. Она из этой, из этой бумаги. Короче, практически безотходное производство. Такая же, я говорю, прелесть. Я сто лет не видела эту бумажечку, которую можно есть в конфеточках. Вот такое у меня видео. У нас есть в уличе такой мужик. Уменьшительно-ласкательно всё называющий. И моя подружка Маша иногда меня так троллит. Этим мужиком. Обзывая меня так. Имя общества. Вот так и хочется сказать, но фиг знает. Может, мужик это увидит, обидится. Обидит, а разное. Короче говоря, конфеточка. Конфеточка. Вот такое у меня было видео. Как бы видео-то сократить, чтобы оно было как конфеточка. Я надеюсь, вы словили энергию радостного дня 1 апреля. У меня вообще за долгие годы впервые такой радостный 1 апреля. Во-первых, я повелась. Дима мне там личку мыло написал, что у меня спина била. И она это повелась. А во-вторых, я вообще, видите, не такая радостная. Проблема меня параноикам. Ну да, у меня бывает такое, что я что-то где-то... Короче, меня развели так, что я поверила, что человек обиделся. Оказалось, что меня тупо ржали на поржать. В общем, всем такого настроения на ближайший год. Ну там, штурки завяжите. Спина у вас, белая плеча, пурга. Надеюсь, вы отзарядились от меня положительным положителем. А, еще знаете, я вчера сегодня легла, конечно, поздно. Смотрела до 4 утра аниме. Что-то меня так торкнуло. Аниме какое-то вообще серое было. Ну, в смысле такое, я даже не помню название. По-моему, на латинице сирены. Вообще не поняла, при чем тут сирена. Ну, такое типа по игре. Первый раз смотрела аниме про игру. Про игры вообще. Ну, и что-то такая же, что я периодически тыркалась что-то по Ютубу. И узнала, оказывается... Я так и в курсе, что это Антоша. Антоша, если меня видишь, привет тебе. Антоша, привет тебе. Этот чувак, который красит морду лица. Кучу бариков одевает. Ну, короче, этот Антоша кого-то там протащил, помимо меня. И вот этот кто-то, кого он протащил, сделал, слушайте, люди, вот, я поняла, что у неё есть ребёнок, да. Я не против её ребёнка, её самой, мне на неё вообще как-то фиолетово. Я о ней узнала благодаря Антоше. И вообще тупо что-то по ссылкам лазала, тырпнулась. Ну, и значит, бабень такая, да. Где-то там, как он её обозвал, ещё не вникала. Меня тоже много кто протаскивает. Говорит, что-то такое, ну, слушайте, тратить время на то, чтобы снимать видосы и оправдываться. Я то, всё, пятое-десятое. Я честно посмотрела минут 9 её видосов. Нафиг. Даже Антоша как-то котируется больше, чем эта мадам. Я не знаю вообще, как её звать. Там у неё какой-то ник, её как-то обозвали. Я вообще, когда увидела этот ник, думала, что это совершенно другой какой-нибудь гламурный человек. Ну, в смысле, совсем гламурный, не как я, да, вот такой фрик. А конкретно такой гламурный. Ну, в общем, как олёнка. Вот она такая няшечка, да. Ну, и, короче говоря, и дальше я чё-то так тыркнулась, ну, и забыла как-то там. И чё-то вчера полезла, и так по ссылкам лазаю, такой, ну, Стёпа ради, думаю, чё нагуглиться, на какое-то там слово выдастся. И тут выходит, значит, там оказывается продолжение эпопеи, в общем. Я так понимаю, Антошечка опять написала видосик на эту мадам, которая написала на него видосик. Потом мадам снова написала видосик на этого Антошечку, и там так порезано. А, вот чего полезно. Мне тупо было интересно, какую лицензию использует Антошечка, и чувак на смешник, или пересмешник, или как там его, который меня протащил. Оказывается, лицензию не используют не мою. Ну, в смысле, я поняла, что вот они не могут... Человек, который использует чужое видео кусочком, да, он не может, просто, когда я заливала там наши сказки вот эти, театральные, и если там есть какая-нибудь музыка не твоя, да, то, значит, ты не можешь использовать лицензию, которую обычно использую я, Creative Commons. И, смотрю, у них обычно стандартная лицензия из Туба, вот из-за чего полезла к ним тыркаться, и тупо мне надо было нагуглить, я забыла, как этого Антона искать. Значит, набираю Антон, думаю, блин, какой Антон. И у меня там куча Антонов, я вспоминаю, что там Толиес была. Ну, значит, вот мне вылезло потом это видео, порезана эта женщина там, его себя, его себя, его себя. Я тыркалась, чисто смотрю, лицензия, значит, у нее не Creative Commons, ну, ладно, значит, понятно, значит, вас не с коммунизит, ну, и дальше я, в принципе, не против коммунизити. Может, я даже деньги на этом сделаю, если у вас получится. Ну, и, короче говоря, она мне, в смысле, на моих видосах, ну, и дальше смотрю, там, тыркалась к нему, что-то, слушайте, я Антошечку по сравнению с этими, там еще кого-то он протащил. Кисель, не кисель, кисель, фиг знает. Короче, я запомнила только кисель. Надеюсь, так, ударение произнесло. И вот там тоже что-то, какая-то эпопея, я его смотрю, у меня там такие слезы, да-да-да, я еще видела у него краем глаза, у меня на рекламе выходит, там, реакция на какого-то там его, чего-то, блин. И тут, слушайте, я минут 15, наверное, боковым зрением прослушивала этого Антошу. Антош, от тебя должно это погреть, если ты увидишь, что это произнес твой самолюбер. Потому что ты-то как-то даже котируешься на фоне вот этих двух, там, у одной 800, что ли, тысяч подписчиков, а у другой, вспомнилась, я сказала, ютуберша, и как-то так ее, вот. Вот так вот, я еще не поняла, вот, у тебя ребенок маленький, неужели-то заняться нечем, кроме как кучу времени тратить на монтаж какой-то хрени про какого-то мужика, который тебя протащил. Плюнула, растерла и пошла дальше. На этой ноте я с вами прощаюсь, до новых встреч, еще будут пустые ванночки конца марта. Пока!